Вопрос о том, должно ли искусство воспроизводить окружающий мир в художественных формах, считается давно решенным. А искусство фотографии должно воспроизводить, фиксировать, запечатлевать или, напротив, визуально трансформировать? И вообще, насколько объективно существующий мир, особенно экзотический для нас, позволяет себя реально отображать? Все эти вопросы предлагаются к рассмотрению выставкой Яны Зеркаловой в галерее «Золотой ангел» детского реабилитационного центра на Пушкинской. Выставка молодого фотографа в галерее «Золотой ангел» в центре Литвака знакомит с жизнью и объектами древней культуры страны Египет. Эстетствование и игра с уже ставшими давно символами человеческой цивилизации, архитектурно-скульптурными строениями ныне, да странно, до обостренности, легли на общецивилизационную ситуацию в мире. Красота и самодостаточность древности интерпретируются Яной Зеркаловой как сопоставление. Сегодня уже столкновение отстраненности, абстрактности с жарой, даже с пекой, когда смысл оплавляется, переходит в свое иное, в совсем иное смысловое дно. Символы вечности и ценности культуры, искусства обретают качество подтекста, фона, которому суждено лишь подсвечивать, выявлять и реальность бытия. Данными работами я хотела передать культуру и эстетику египетской истории, исходя из ее истоков, и повседневный быт и жизнедеятельность людей. Цветные работы передают ее культурный характер, а монохромные – это ежедневная бытовая ситуация, их работа, их суетное бытие. Все верированные под старину картинки из быта и бытия египтян привлекательной достоверностью. Этнографически убедительные они повествуют о том, как живется в опрощенном мире, мире прошлого. Просто. Жить просто, как в иллюстрации из монографий по истории, оказывается уже сложно. Потому хочется вернуться к интерпретациям. Там больше наигранности, возможно, предчувствие беды, предсказание того, что лед абстракции и символом легко становится жарынью. А отправляясь в путешествие за экзотикой, человек часто не может понять, не должен замечать подлинной жизни людей, чье бытие по-прежнему подчинено обычаю, обычаю и ничему большему. Потому выставка фотографий Яны Зеркаловой в центре Литвака порождает массу ассоциативных ходов, неожиданно для автора, рождаемых реальным миром.